Не знаю, почему. Комната работает нормально, звук идет нормально. Все, я убираю чат, и мы начинаем. Добрый вечер. Длительное время ждали новостей. Сегодняшняя конференция, которую провел наш генеральный директор, дала старт той информации, которая необходима каждому из нас для того, чтобы обналичить все то, что будет происходить у нас в БЭК-офисе завтрашнего, после завтрашнего дня обналичить, иметь возможность вывести деньги, понимать, как это делать. Итак, сегодня Мигел отчитался по работе все то, что было закончено, буквально позавчера было закончено в Дубае, они вчера вернулись, и именно эта возможность открылась нам в силу того, что документы, официальные документы по старту деятельности нашей монеты были закончены буквально в субботу. Итак, вайтпеппер, который мы все ждем, почему так долго нет? Очень много вопросов было, задавалось именно конкретно по этой теме, почему до сих пор не опубликован, все ICO публикуют, почему у нас до сих пор нет. Я неоднократно и на конференции говорила, я неоднократно в личных беседах и в чате писала, что у нас новая модель, новую консейту, новая модель вообще бизнеса, которую объявил Клаудио Энрике Барак Обама, наш президент, включает в себя и социализацию коина через новую модель распространения в сети, в структуре, в мире, на рынке. Новая модель какая? Запатентованная модель социального коина, которая не имеет ICO с отдельной разработкой носителя веб, то есть своего сайта и различных программ по запуску ICO, там на различных этапах, с различным инвестированием, с различной стоимостью, этого ничего у нас нет. У нас есть стоимость коина, но учитывая, что этот коин должен идти только через социальную сеть, а социальной сетью является наш клуб. Одной из форм, первой форм социальной сети, которая создана в рамках нашей корпорации, это наш клуб, закрытый клуб ID. Поэтому все, кто приобретают коин, приобретают все возможности партнерства в нашем клубе через последующие бизнесы, предоставленные на платформе. Я уже говорила по платформе, в начале, когда первый раз выходили файлы, вот те первые шесть файлов, страниц, которые рассказывали нам принцип конфигурации холдинга, принцип действия работы в 2019 году, и какие составляющие там есть, и какие перспективы открываются. Я все это уже рассказывала. Я просто повторюсь, что у нас это первый коин, Eagle Social Gold Coin. У нас еще три коина, которые будут выходить один за другим, но график нам объявят уже в 2019 году, какой будет интервал между ICO каждого коина. ICO для запуска в начале и прежде всего для партнеров клуба и продажа, так сказать, со стороны, по определенной скидочной системе. Только для партнеров клуба существует эксклюзивная цена, потому что мы участвуем в бизнесе и формировании инвестиционной платформы самого клуба. Мы с вами все партнеры и акционеры. Это отдельная тема, я не скажу, это пункт у нас будет седьмой. Много моментов, которые необходимо сегодня проговорить для понимания бизнеса, который за эти долгие месяцы, как нам казалось долгие, я вам скажу, что за абсолютно краткий период вот такая реконструкция бизнеса и открытие в международном масштабе легальной базы, которая сейчас уже сделана и функционирует, легальной базы для построения многофункционального бизнеса для каждого из нас с вами, это колоссальная работа. И сделано очень быстро. Поэтому у нас наш коин выходит, вот сегодня старт должен был быть объявлен 24 часа 0-0, теперь переносит еще на сутки, благодаря нерадивым партнерам. Ну такое количество писем завалили, что не успели переоформить, консолидацию счетов не успели провести, не успели титулар переоформить владельцам счетов, что компания приняла решение 24 часа, завтра они будут работать специально для этого. Все, что поступит сегодня на почту, легал, собака, idigl.com, во всех чатах эта почта есть, это почта для замены владельца счетов. И формат, который выдал, формуларию, который выдал Мигел еще неделю назад, для консолидации, слияния счетов однофамильцев. Если у вас есть счета на вашу фамилию оформлены инвестиционные, они должны быть переоформлены на один, потому что система выдавит все повторяющиеся логины, почты и фамилии. Выдавит. Вот как только они тестировали вчера бинар, как только они его запустят в ночь с 25 на 26, извините, больше рекламации приниматься не будут. Пожалуйста, пошевелите всех сегодня. Я специально ехала из офиса и проговорила, и выставила в информационный чат, выставила это объявление еще три часа назад, потому что это очень важно. Сегодня отправить до 24.00 по Португалии, напоминаю, разница во времени с Москвой, три часа назад, то есть в три часа Москвы утра, у нас 12 в Португалии, поэтому можете отправлять сегодня. Главное отправить. Не нужно писать мне просьбы, почему я не вижу у себя слияния, вы их не увидите. Наша болванка бэк-офиса старого, это чисто информационное поле, где мы можем видеть свою фамилию, свой имейл, свой пакет, все, больше ничего. Новая форма совершенно другая, новый бэк-офис другой, расширены, другие возможности. Лена Синякова выставляла в чате, потому что ей Мигел открывал Дубай, она была в главном офисе в Дубае на этой неделе, поэтому многие уже видели смысл того, что новый бэк-офис. Вот сейчас два дня идут тесты бинара. Суббота, воскресенье, сегодня тесты бинара. Практически уже на коленках исправляем, у кого какие косяки, но я не имею возможности ничего исправить. Прошу мне ничего не отправлять. Я не поддержка, и у меня нет доступа к программистам. Вот единственное, что вы можете сделать, очень быстро сегодня все свои, что у вас, с чем вы не согласны, замены какие-либо, что-то не нравится, пожалуйста, напишите. Но не нужно сегодня писать, если у вас ошибки в фамилии, либо что-либо еще, вас перенесут на новую систему. И дальше через поддержку, через подтверждение документа вы все сделаете. Сейчас очень важно произвести сегодня письма слияния счетов. Кто еще не сделал? Таких у меня нашлось много. Сегодня у меня телефон не замолкал. Поэтому, пожалуйста, по всем своим структурам еще раз передайте. Что необходимо по форме, которая во всех чатах есть, заполнить ее, есть инструкция, как это делать, произвести слияние счетов на один. Система их просто выдавит, никто управлять этим не будет. Чтобы было понятно. Далее, перевод на владельца другого своего счета тоже необходимо отправить по форме сегодня. Вот переоформление на легал. А по форме, которая автоматом перенаправит ваши счета на слияние, это отдельно на админ, но это отдельно. Форма сама переправляет. Различные команды программистов с этим работают. Теперь четкое разделение функций команд программистов. Какая-то команда работает, вот в Португалии они находятся, это программисты, работающие со структурами, с сетью и с маркетингом. И программисты, которые работают с монетами, с криптографией, и с рынком e-commerce, а у нас он Alibaba, и 200 тысяч продуктов мы получаем в начале января для доступа, это команда других программ. То есть сейчас жесткое разделение функций. И президент поставил во главе угла управление департаментами, разделенное. Не будет больше в одних руках кнопки управления. Поэтому, пожалуйста, сегодня дали нам еще один день. Больше не будет, все готово. Теперь поступательно дальше. Я уже сказала, что у нас готова платформа e-commerce. Я давно уже об этом знаю, просто не было официального сообщения, не могла сказать, что подписано сотрудничество, слияние с Alibaba на платформе, на нашей платформе полное слияние на покупку на платформе Alibaba будет существовать из нашего бэк-офиса переход. Поэтому все, что вы захотите купить, мы знаем, что такое Alibaba, очень многие этим пользуются, 200 тысяч продуктов, коды прошли. Это пожалуйста. Дальше. Ночью, ну, должна была сегодня зайти в систему, завтра они ее будут заводить в любом случае. Медел сказал так. Он вообще очень жесткий юрист, поэтому он сказал очень четко. Завтра они уже не принимают ни рекламации, ни возражений, ни просьб, ни угроз по каким-либо косякам по EvoB Trade. Вот сегодня до 24 часов. Все, что нужно сделать по старой структуре, это сделать. Нужно понимать, что новая система, которую я анонсировала еще, когда показывала файлы, включает в себя наш бэк-офис, который мы получаем, наши счета, включает в себя платформу e-commerce, включает в себя платформу Wallet, Exchange, банк, Экобанк Коин и Фиатный банк. Очень много подразделений, которые увязаны на одной системе. Это глобальный, колоссальный бизнес. А теперь к главному подходим. Для того, чтобы эту платформу запустить, иметь возможность, иметь свой экченж, то есть обменник, необходим свой банк. Для того, чтобы реализовать эти функции, необходимо было зарегистрировать подразделение PSIC. Privat Investment Club. Поэтому это все непросто и не быстро. Мы знаем, что регистрационные документы это три месяца. До этого покупка банка это тоже какой-то период. Это все занимает месяцы. Все лицензии получены. Все. Мы с вами первая в мире на сегодняшний момент компания, которая легально может обосновать получение нашего пассива, который называется вполне официально получение дивидендов на проинвестированные нами суммы. В нашем клубе на платформе для управления ими корпорацией и размещения в различных бизнесах. Это вполне и абсолютно официальная организация бизнеса. Но, как мы знаем, и тоже неоднократно повторяло, что получение пассива, легального пассива в мире возможно только при наличии определенного вида лицензии. Потому что на сегодняшний день международное право позволяет платить пассивный доход на финансовые вложения только банкам. Естественно, если нет банка, нет пассива. Все остальное, о чем мы с вами знаем, мы проверяем часто и густо в других компаниях и регистрации, и возможности, и какие-то сертификаты, и лицензии. В одной стране можно, в другой нельзя, в третьей вообще запрет, а в четвертой сразу закрывает полиция. Поэтому ни одна из этих компаний не может избежать форс-мажора где-либо быть прикрытой, что и произошло с Игл-Бит-трейд. Но там еще одна причина. Воспользовались ситуацией, что не было у них такой лицензии, не было у них, собственно говоря, возможности через банковскую систему, собственную, фиатную, банковскую систему в легальном поле управлять деньгами наших соучредителей, совладельцев, как хотите, партнеров, которые отправляются на счет компаний для получения прибыли, то есть под их управление отдаются легальные. Так вот, легальное управление финансами мы платим криптовалютой. Ну, кто сталкивался с этими компаниями, они, наверное, знают, что любой, раз у нас заявлен доллар, эквивалент в криптовалюте нам позволяет заводить просто по другой форме деньги в компанию, но у нас эквивалент в доллар, это фиатные деньги, это международный эквивалент. Поэтому для расчета доходности каждого из партнеров компания должна производить именно манипуляции с долларом. При этом каждый счет, который оформляется, мы покупаем в биткоинах, эквивалент должен проводиться по каждому партнеру через банковскую систему. Это легальное поле, с которым мы еще в 16-м году познакомились, я знаю об этом, потому что вникали в 16-м году в эту форму. Я прекрасно понимала, что выплата в легальном поле пассива, в той компании не было пассива, потому что пассив возможен только при наличии собственного банка. Компания, банк не компания. Клаудио Эдрики, Анзуш, Барак, Обама, в этом году летом он приобрел банк. Я хочу сказать, что многие задают вопросы, сразу на этом остановлюсь, чтобы больше не возникали вопросы в личке. Зачем какому-то серьезному бизнесмену, зачем вообще кто-то и какой-то багаж. Много вопросов, и для узкого восприятия рынка купи-продай не только прибыль, это вопрос понятен. Для меня ответ был ясен сразу, когда мы познакомились с Клаудией. Во-первых, как бизнесмен с широким прогнозированием и видением развития бизнеса, он прекрасно понимал. Год, два, три, пять, десять, и наша жизнь изменится кардинально. Мы в той поре, мы на том этапе, когда планета практически гибнет, а вместе с ним и мы с вами, и наши будущие поколения. Поэтому цель, миссия, если хотите его, такова, чтобы все бизнесы, которые он начинает, формирует и, так сказать, развивает, касались экозоны планеты, сохранения условий проживания на планете нас с вами, наших будущих поколений, а также сохранения флоры и фауны планеты и облегчения жизни и возможности, формирования возможностей для абсолютного большинства не супер богатой элиты планеты, а для нас с вами, а также тех самых мизерно существующих, в мизере бедности существующих стран, это основная часть Африки, это Азия, это часть Латинской Америки, и мы с вами все это прекрасно знаем. Так вот, целью его всегда было только это, человек, которому космос открывает возможности, человек, который имеет деньги, имел их всегда, имела их семья из поколения в поколение, одна из серьезных семей в мире, богатых семей в мире. Так вот, для того, чтобы, как он говорит, что, ну, когда я вижу, что нужно купить для того, чтобы реализовать свою цель в перспективе, я это делаю, я это покупаю. Речь это о покупке, ну, я сказала, о чем банк, речь это о покупке шахты золотоносной и компании золотодобычи, компании, потому что просто купить шахту, землю, это еще ни о чем. Почему? Потому что необходимо было вот реализовать ту тему, которая была заложена в Eagle Social Bit Gold Coin. Поэтому, охарактеризовать Клаудио, нужно с ним познакомиться, нужно понимать, что человек пришел на землю, в общем-то, реализовать определенную, ну, все приходим для чего-то, да, сюда живем для чего-то. Его миссия определена тем, что он должен все то, что ему дается, вот, из поколения в поколение и дается большими, так сказать, порциями, разделить и приумножить для большого количества людей. Естественно, личные отношения. Здесь Сандра Риберал, это длительное отношение с Сандрой, с той же Плеяды. Я много раз повторяла, что это женщина, которая, ну, в последнюю очередь для себя. Если нужно сделать, вначале глобально реализовать какую-то идею, она ее делает. К сожалению, все, что произошло, произошло. Но я вот сколько времени всем повторяла, когда у меня спрашивали, ты что еще веришь, что они что-то сделают? Я все время отвечала, я знаю, что они делают. Я не знаю сроки, когда они назовут, но я знаю, что они делают. Это будет глобальное предприятие, это будет глобальная компания, в котором каждому из нас с вами будет место. Пошли дальше. Не буду долго об этом говорить, это отдельно, с каждым в личке. Поэтому на сегодня я называю только одну часть, которая закончена, контрактно, оформлена часть e-commerce, наша коммерческая платформа, это Alibaba. Я знаю еще платформы, которые сейчас в процессе подписания контрактов, в январе мы их получим. Это широкомасштабное использование возможности электронной коммерции, покупки e-commerce и за нашу монету в том числе на очень больших площадках. Первое – Alibaba. Я думаю, вам шаг понятен. Поэтому система, включающая взаимоувязку нашего быковца со всеми этими подразделениями, включает также и наш кошелек, платежную систему. Она доступна будет в первых числах января. Невозможно вот так сразу одним щелчком пальца всю систему глобальную, увязку 30 с лишним тысяч счетов, привести в функционирование мгновенно. Поэтому отдельные части все готовы. Тесты проходят. Бинар они уже два дня тестируют. Поэтому тесты проходят все системы, все увязки. Было сказано, что скрипт, вчера был готов скрипт для выхода монет на торги, потому что это номер один, то, что мы должны увидеть. То есть мы должны завтра, как только в ночь, завтра на 26-е, нам должны заводить бэк-офис, мы увидим у себя уже новый бэк-офис в новой системе. И мы не увидим Saldo Humorabel. Мы увидим монеты, которые будут стоять в количестве, в новом количестве, которые мы получим адекватные обещанному нам процессу. Но нам это старым партнером Eagle до 3 августа. То есть там будет в пятикратном размере от цены сегодняшней продажи золота в пятикратном размере уменьшена стоимость монеты. То есть мы получаем 500% возмещения, ну, скажем так, ожидаемых неполученных доходов от момента инвестиции. Поэтому это важно. Новая платформа, мы сразу получаем деньги в монетах. На сегодняшний момент здесь тоже присутствуют партнеры, которые заводили деньги на контракты два месяца с момента ICO. У нас, в общем-то, работа шла по инвестиционным проектам, по контрактам. Это я вам показала, это сегодня сфотографировали, выставили в чате мастеров. У меня на руках 20 контрактов, извините, 10 только последний день, 20 контрактов, которые российские. Все мастера свои контракты забрали. Вот это те контракты, которые отправляет компания по адресам. Это я к тому говорю, что, ой, кто, что, где и кому. Вот вам, пожалуйста, абсолютно реальный сегодняшнее фото, реальный файл по поводу того, каким образом, сколько по миру продано монет на контрактной основе. Они точно так же заходят все с нами с 20 теперь вот в ночь, да, 25 на 26, точно так же появятся все у нас в бэк-офисе. Все знают, да, что пригласитель, человека, который заходит на контракт, пригласитель получает 5%. Здесь не видно. Это нам сегодня раздали просто формат. Я сделала PDF, но не видно, конечно, здесь ничего. Поэтому я увеличила здесь структурное подразделение холдинга, которое можно вот здесь будет просмотреть. Не совсем понятно, но будет доступной информации много. Но прежде всего, вы видите вверху ПСИК, да? Вот они мы с вами. Вот это ПСИК, это и есть подразделение, инвестиционное подразделение партнерства с холдингом, которое позволяет всем партнерам, доверяющим деньги в управление компанией, получать дивиденды. Именно дивиденды. У нас нет понятия пассива, либо что другое. И я очень буду просить, особенно на презентациях, забывать эти слова. Мы с вами акционеры. Акционеры. Здесь очень много подразделений. Отдельно будем правоговаривать, сейчас не время, просто сразу говорю, вот у нас компания, занимающаяся добычей золота. Много чего нужно по всем составляющим говорить, если попу, видите, все, это следующий шаг, в январе мы будем программно делать конференции, для того, чтобы понятно было, где мы находимся, и как это все выглядит. Что нужно сказать? Вот я покажу, здесь фотографии, это проводил венгерский лидер, Ласла проводил конференцию, вот здесь, вот здесь, да, очень подробно Мигел нам разложил, рассказал структурированный бизнес наш, который мы с вами получили, для того, чтобы этот бизнес, нам больше 10 компаний, приносил нам с вами доходы. Прошу забыть слово трейдинговая компания. Один из видов дохода, удаленное управление денег на трейдинге, в том числе, здесь несколько весьма серьезных физических бизнесов, которые будут давать доходность и, поверьте мне, только растущую. Там у нас в PDF, которая презентация на сегодня, расписано, что у нас в общем-то на 19-й год программа, на что отвечает Мигел, что это первое полугодие 19-го года, эти цифры, которые стоят, это первое полугодие, учитывая, что мы с вами акционеры, у нас нет пассива, у нас нет стабильного процента, проценты будут только расти. И вот вторая половина года уже программно сказано, что это будет и 30-40 процентов доходности, то есть он даже не говорит больше, он говорит то, говорит, что я понимаю, что за полгода введение в действие тех бизнесов по всем регионам, Китая, Соединенные Штаты, в планах Россия, Индия, в планах то, что они планируют делать, это все даст гораздо больше доходности, в планах получения по акциям 30-40 процентов доходности. Поверьте мне, мы в глобальном холдинге, который действительно только набирает обороты старта, пока еще только старта. Следующий пункт, который нужно сказать, обязательно, вот я коснулась получения дивидендов на базе наших акций, мы акционеры, следовательно, определенная законодательная база, которая позволила запустить это подразделение ПСИК, обязывает корпорацию получить от каждого из нас с вами контракт акционера, вот он подчеркнул обязательно, то есть обязательно нужно дать. У нас, я думаю, в начале января это все будет догружаться и догружаться и догружаться, будет информационная наш сайт, потому что сразу запустить, все готово в отдельности. Нужно стартовать и нужно подвязывать все информационное поле, подвязывать, ну, как сказал Мигел, ну, максимум в течение месяца, 2-3 недели мы в полном объеме получим всю информацию в бэк-офисе. Так вот, когда появятся у нас контракты, мы должны будем их кликнуть, потому что это и есть обязательство партнерское, то есть мы же деньги свои доверили, я хочу быть легальным акционером, я думаю, каждый из вас крикнет, потому что мы хотим в легальном поле иметь обоснование, что я действительно являюсь акционером этой компании. Да? Теперь платежная система всех волнует, когда будет наш экченч собственный, на котором я могла бы напрямую обменивать монеты либо биткоины и выводить через платежную систему имея в руках карту поддержки Мастеркард и виза выводить через банкомат. Это январь. Опять же, готово все. Клауди сказал, что он буквально с 3-4 января в Португалии опять на запуск этого подразделения. До этого, вот до этого, на сегодняшний момент я сейчас выставлю, уже можно, потому что опубликовали, я могу выставить эти биржи. Сейчас, секундочку, я их опубликую. На 7 биржах, начиная, в трехдневный период, начиная с сегодняшнего дня, то есть, почему с сегодняшнего дня, потому что первым делом обмен, а это будет происходить завтра на 26-е, далее, в течение трех дней биржи начинают продажу, первые 7, в следующие две недели еще 30, начинается продажа на биржах монеты. Вот они, первые биржи. Будет ли монет, битрекс, будет. Следующий этап, 30 бирж. Почему так? Биржа, которая уже запущена, криптобул. Почему? Мигел объяснил, я даже не знала, что такой сложный процесс, мы знали, что это серьезный процесс, лицензирование, протокольная часть, подписание всего, подписание, согласие с Вайпеппер. Вайпеппер, кстати, на 114 страницах впервые столь широкомасштабный обоснованный документ ICO монеты дает понимание, что такое социальная монета, ее обеспечение физическим началом, почему это реально возможно, протокольная часть, которая выверяется всей документацией, то есть это все очень серьезно, 114 страниц Вайпеппер. Так вот, торги начинаются, и компания должна, во-первых, согласовать, Вайпеппер, естественно, изучает все биржи, компания должна согласовать со всеми биржами, куда выходит, во-первых, протокольную часть, потому что биржи хоть и работают в одном поле, но у каждой есть свои нюансы, собственные моменты, на которые, ну, акцентирует внимание тот либо другой регион, где биржа зарегистрирована, законодательно имею в виду. Поэтому со всеми это все выверяется, подтверждается, и листинг пройден на очень большом количестве бирж, я уже сказала, сколько, 30 еще следующих, на которых листинг пройден, практически все биржи мира будут торговать, потому что потом по одной они дальше будут входить, все те, которые будут открываться, серьезные, реально серьезные оборотные биржи, это все будет работать. Первые семь я опубликовала, байнанс, вы видите, серьезных, здесь и полоник, здесь и ветфанекс, то есть все это возможно для всех тех, кто работает, выйти и продать. Главный вопрос, смогут ли опустить цену? Ответ. Попытки, естественно, будут, никто не сможет это сделать. Вот та договоренность и обоснованность нижней предела стоимости нижнего, это подтверждение Клаудио, подтверждение Мигела, это не мои слова, это мой главный вопрос, который точно так же старалась подтвердить для себя, потому что мы работаем на биржах, мы знаем, что такое биржи, да? Поэтому, вот каким образом компания сможет нижнюю планку регулировать? Ответ. Существует своя стратегия и самая главная протокольная часть, когда обоснованием является наличие вот этого самого количества золота на первый транш вывода монет, которая уже находится в сейфе. В сейфе не нашем, а в сейфе хранителей банка, который указан, третий банк, который гарантирует 80 миллионов остатков в финансах, в деньгах, долларов для запуска вот первого транша. Я не знаю, сколько процентов. Нам, видимо, дадут завтра. Какое количество процентов каждый из нас с вами сможет выводить первых монет для торгов. 20, 15, 25, 50, не знаю. Естественно, будут проценты. Почему? Потому что с каждой биржей есть определенная, учитывая, что их пока 7, с каждой биржей есть определенная договоренность по количеству монет, которые допускаются к торгам, чтобы соблюсти протокол и не дать возможности опускать цену. То есть биржа будет уже контролировать. Закрывать будет продажи, видимо, на цене, которая ниже 38. Именно поэтому сложный процесс. Выход на каждую биржу стоит немеряное количество денег. Я знаю, примерно сколько мы еще в 16-м году, в 17-м, извините, об этом услышали, что от 25 тысяч до 500 тысяч в зависимости от качества биржи и качества монеты. Стоимость вывода на торги монеты. Я не беру малые открытые биржи, которые на сегодня только тестируют свою жизнь в мире. Я беру те, которые работают серьезно с оборотом серьезных монет. Это серьезно, это факт. Поэтому на сегодняшнем моменте 7 вот этих бирж, на которые компания выходит одномоментно через вот течение этих трех дней. Определили три дня, потому что практически сегодня день потеряли из-за всех этих косяков. Завтра считайте тоже. Собственно, я сразу говорила, говорю, что может быть 24-е, 25-е, 26-е, потому что, во-первых, праздники. И биржи тоже. Да, конечно, биржи проводятся торги, как биржа работающие, все в порядке, но администрация биржи, администрация биржи, с которой согласовываются, подписываются и стартуют, все вопросы оформляются, она тоже, извините, Рождество отдыхает в католическом мире. Это святой праздник здесь. Поэтому так вот и получается. Но компания наша завтра работает, и нам поэтому дали сутки еще сегодня, не больше. Еще раз повторю, это очень важно. Я не приму, не слышал, не знал, мне спонсор не сказал, ничего не происходит. Вот всем отправьте сегодня просто, пожалуйста, это видео, потому что это очень важно. Все, что вас вот волнует по поводу изменения, чего бы то ни было в своих аккаунтах. Да, еще, у кого-то, если Майл.ру, у кого-то, либо Рамблер, либо Яндекс, пожалуйста, на Легал, опять отправьте замену на Гмайл. Эти имейлы все не проходят в системе. Вас не будет в системе. С этими имейлами вас в системе не будет. Кстати, мы столкнулись в пятницу. Я сама видела, как система, когда открыл программист, открыл экран, мы сами видели, как у нас был Майл.ру и был Яндекс. Работали, работали раньше счета, в переходе на новую платформу он выстраивает схему, мы избирательно ищем лидеров, и вдруг выпадает лидер большой, у которого Яндекс.ру. Все. Поэтому, пожалуйста, это тоже момент очень важный сегодня у вас максимум завтра по замене почт. Чтобы вы остались на месте в бинаре, пожалуйста, вас система выдавит, просто, пожалуйста, заменить Яндекс, Майл, Рамблер, все остальное заменить на Gmail, gmail.com. Это обязательно. Легал, опять же, легал, собака, ID Eagle.com. Я напишу здесь. Я надеюсь, это понятно. Что касается регистрации, верификации бирж, очень много. Я не думаю, что это будет займет очень много времени. Но сейчас у нас есть 3 дня. Я вам напечатала биржи. Кто не имеет там еще? Я, допустим, на этой ни одной бирже не имею регистрации. Меня это не пугает. Да, я жду Bittrex. На Bittrex понятно, что там большая верификация, большой лимит. Я жду Bittrex. Он, возможно, зайдет в течение недели. Я не знаю. Возможно, через 2 дня зайдет. Потому что лицензирование и, скажем так, протокольная часть с каждой биржи индивидуально занимает какое-то время. Это азиатская биржа. Они сидели в Дубае. Они все смогли там решить. И CryptoBull это первая биржа, которая протестировала. Скрипт получили вчера и протестировали возможность вывода монет. То есть все это уже проверено. Поэтому, что касается продажи сегодня, вот вывода, который все без конца говорят. Вывода, вывода, вывода. Бигел специально остановился на том, что касательно вывода я ставила в известность команду и рассказывала все, что происходило. Наверное, это первая в истории компания, которая суммировала долги предыдущей компании до слияния, которая была единая на сегодня, взяла на себя обязательства партнерам дать возможность вернуть свои деньги, еще и приумножить их многократно вот через опосредованный механизм, который у них есть. У этой компании есть механизм бизнес. Вот через бизнес мы можем с вами не просто вернуть, приумножить многократно и заработать еще много-много-многократно раз увеличение наших инвестиций. Потому что после открытия нового бэк-офиса нас будет дан еще один еще на программное пояснение, каким образом, что и как работают наши счета, что мы получаем, как делать апгрейд, пока мы не знаем. На сегодня цель дать бэк-офис, обменять деньги на монеты, дать возможность людям вывести и зарабатывать деньги и рассказать вот все, что касается дальнейшего действия в плане маркетинга, рассказать этапно, поступенчато, как и что мы будем делать. Но сегодня Мигел еще раз попросил всех мастеров довести до сознания каждого, что Eagle Beat Trade, который не исполнил в силу многих причин, еще раз прошу теперь, оставим в прошлом ругань и проклятие в области того посылания туда в Eagle Beat Trade многих-многих слов. Что произошло, то произошло. Это сегодня происходит с каждой второй компанией. Здесь очень много было субъективных причин лидерского плана, мы знаем об этом, к сожалению, это так. Но помните, я многим говорила, что ни один вор не построил на сегодня ни одну компанию на руинах, другой обокрав ее. Так вот, три дня назад уже Ольга Рикардо повсеместно в YouTube выставила обращение на Facebook, в том числе, что она выходит из компании Bruno Perera. Но это итог. Я всегда говорю, 3-4 месяца максимум, такие компании живут. Вот вам итог. Это особенно тем лидерам, которые там даже пытались выставлять в чатах, а вдруг он прав. Никогда вор, который сотворил 4 миллиона, он вывел в бонусах. Это уже официальная статистика. 4 миллиона. При этом 6 тысячи майлов, которые вскрыл Клаудио Энрик, обворованных аккаунтов. Мы зашли поздно. Да, мы не получили денег, но слава богу, у нас вот все эти насчитанные деньги у нас остались на Салда Морозу, и мы сейчас их можем обменять. 6 тысяч аккаунтов деньги исчезли в никуда. Они выведены, больше никогда никуда не пришли. И этим людям деньги компания не вернет. Они выведены в период функционирования и губитряд. Мы не попали в этот список, мы поздно зашли. И слава богу. Поэтому, ну как я говорю, все, что делается, делается к лучшему. Если бы не ситуация, которую изнутри попытались развалить воры компанию, компания бы еще пожила, наверное, год и два. Теперь я знаю, что нужно проверять на старте, когда смотрим компанию. Я вижу и знаю, какие документы. Всего того, чтобы мы знали с вами до этого, мало кто бы нам чего не рассказывал, не доказывал и не показывал. Такое количество международных сертификатов нужно иметь и протоколов, чтобы говорить, что мы в легальной компании, что на сегодня я больше прецедентов не знаю, где бы я могла с точностью сказать, что компания имеет все эти же протоколы. На сегодня мы с вами в абсолютно защищенном бизнесе, новом бизнесе, новая платформа с возможностью работать длительное время, сколько мы захотим в доходной компании. Но все то, что сейчас компания переводит по долгам Eagle Beat Trade, это вот сегодня, завтра максимум закрывается и больше претензий никто принимать не будет. Дальше претензии, пожалуйста, к Eagle Beat Trade. При этом Мигел счел необходимостью информировать, что на прошлой неделе официально подан иск от руководства ID, Defication, против Junior Moral Eagle Beat Trade. Это у нас в коммунике напечатано, вы будете об этом знать в Бразилии. В Португалии после Нового года присоединения мастеров к этому у нас иск мастеров будет идти, поэтому там все по программе все нормально реализуется, все это будет сделано как положено в международном уровне. То есть никто ничего никому не забывает. Но иски вот эти все рассматриваются годами. Поэтому то ли судиться и всем рассказать, что мы получим, когда юриспруденция найдет нужным нам выплатить, то ли компания избрала другой путь экстенсивно работать, очень быстро работать в силу новой концепции, которую предложил Клаудио Энрик Обама по ряду причин, решив только вот в этом направлении двигаться, Клаудио имел, так сказать, план работы, который десятилетия не уже реализовал, формировал ступени, эти ступени привели его к тому, что платформа готова. Сейчас нужно было только решить, с кем работать, какую социальную сеть брать, грубо говоря, с какой компанией сотрудничать, где есть структура. По ряду многих причин, и прежде всего, это, конечно же, Сандра Риберал, личные отношения, длительный период, он выбрал нас. Почему еще? Потому что заказ Ancoin был у него, кошелек попросили у него, но вот когда он стал технически реализовывать заказ и исполнять заявку корпорации, когда необходимо было увязать наши валеты с бэк-офисом, мы знаем, что происходило. Вот и вскрылось, на аудите вскрылось все то, что вы дали, имели несчастье узнать. Но на сегодня процесс запуска платформы начат. Тесты идут со вчерашнего дня. Об этом я повторяю еще раз. Поэтому график нашей деятельности сегодня максимально быстро по структурам, кто еще хочет возобновить, восстановить, что-то сделать, это необходимо всем лидерам побеспокоиться. Во-вторых, все, что у нас, Тань, вот биржи, которые я дала, нужно просмотреть, вот кто там зарегистрирован, кто нет, это первый шаг. Для тех, кому срочно нужны деньги, вот вам, пожалуйста. Все те, кто на других биржах имеет регистрации, еще раз, абсолютно адекватно, абсолютно достоверно, показали же документы, говорил об этом сегодня, видел, что 30 бирж одна за другой сейчас в ближайшие 10 дней заходят и дальше будет присоединяться еще и еще. Наш экченж, начало января, работа с картами, в течение января мы начнем все их получать, но у кого-то они уже есть, те, кто получили их в Дубае, они рабочие, все, не нужно ничего менять. Во всяком случае, до приезда в Португалию к Лаудио-Энрике с 3-го числа информации по картам более достоверной давать не буду. Он приедет, он расскажет. Имитент карт, собственный банк, поэтому фиатные отношения с криптовалютой регулируются собственным фиатным банком и банком Экобанкоин. На базе Экобанкоин 4 разработки, которые мы имеем, они все систематизированы, это абсолютно реальный обменник, работающий не только с биткоином, но и со всеми обменными парами, которые существуют в мире. На базе Экобанкоина и нашего фиатного банка и создан экченж наш, поэтому здесь готовы абсолютно все инструменты для долговременной жизни компаний, успешного развития бизнеса всех нас с вами. Поэтому я надеюсь, что все понятно. Вопросы я не буду сегодня отвечать. Это информационный вебинар. Я хотела вложиться в 30 минут, заняла 38. Все, на сегодня все. Я включила чат. Что-то, если есть, спросить, пожалуйста, спросите. Сейчас я напишу еще раз сюда, легал. Так, легал, собака, айди ингру. Вот это почта, на которую еще сегодня до 24 по Португалии, это еще 7 часов, есть возможность, естественно, если вы отправите ночью, у нас разница во времени, рано утром в России, естественно, не все это примут, потому что завтра компания, начиная с 10 утра работает в штатном режиме именно руководство и айтишники. Нас не пускают завтра туда. Но они работают, Мигел подтвердил, у них слишком много работы из-за косяков, которые, ну, к сожалению, вот так накопились. Контракты, да, все, кто платили контракты, все контракты обработаны. Мои все контракты, кто относительно России шел, все у меня на руках. Поэтому все то, что в офисе вы видели, это еще компания занимается рассылкой по адресам контрактов. У меня на руках ваши экземпляры. Лена Синякова прилетает завтра, она заберет все экземпляры, отправит по России. Их нужно подписать и отправить в компанию. После этого компания отправит вам ваш экземпляр. Все нормально здесь. Но, в принципе, мы так уже сможем реализовывать и в течение ближайшей недели в 10 дней реализовывать монеты. Все понятно. Я надеюсь... Так, озвучь, пожалуйста, у кого один аккаунт и почта... У кого один аккаунт и почта, где мы сидим и отдыхаем, ждем просто включения нового бэк-офиса. Все. У меня, допустим, три аккаунта, но у меня дочь, сын. Я сразу, имея уже представление, как работает MLM, разрешают сегодня-завтра, запрещают в одной стране, можно, в другой нельзя. Когда выходим на интернациональный уровень, я всегда всем рекомендую. Делаем три счета, делаем папу, маму, как у нас здесь говорят, собаки и кошек всех пишем. Поэтому лучше сразу разные фамилии, чтобы не было головной боли. Ну, у нас были ленивые, так сказать, партнеры, которые на себя все пооформляли. Теперь, более того, не хотели ничего делать. Кто-то кому-то обязан. Друзья мои, ну, никто не... Вернее, обязан, да. Старая компания нам обязана. Но у меня есть опыт разборки судебной с одной компанией с 2014 года. По сей день длится процесс, а нам нужны деньги ежедневно. Поэтому давайте лучше сделаем все то, что компания предлагает сделать в рамках легального поля существования. Поэтому можно, конечно, потом с ID судиться, вернее, с этим, с EagleBitTrade, ну, и толку. Ну, компания подала иск. Это может длиться, я не знаю, сколько. Потому что, ну, адвокатская поддержка с двух сторон и настолько дырявое все еще законодательство Евросоюза в плане регулирования отношений с биткоином. Есть так, есть так. Можно так, можно вот так. Там причисляют, там не считают. Где-то еще приравняли к деньгам. Где-то это все приравняли к акциям. Где-то это все приравняли к играм. Понимаете? То есть столько дыр в респруденции адвокатской, что, поверьте, это будет длиться годами. Будут друг другу доказывать. Это не наш путь. Наш путь максимально быстро сделать то, что после компания, которая взяла на себя ответственность работать по долгам компании партнера, которая сливалась и не выполнила обязательства, но, тем не менее, все в силе. Нам с вами дают эту возможность. Имя и фамилия сохраняются, отчество и дата рождения нет. Еще раз говорю, кто не понял, на сегодняшний момент мы имеем болванку. Это уже не платформа. Хотите сделать скрины? Сделайте. Но это болванка, которая завтра исчезнет. Все. У нас новая платформа, новый веб-офис. Не надо больше там ничего сохранять. Это нам дали проверить правильность написания имени. У кого ошибки в имени, не сохраняется отчество либо еще что-то, на новой платформе, программистам, через суппорт, при наличии паспорта будете все отправлять, все будут делать. Главное, чтобы вы остались в системе. В системе не останутся дублеры по фамилии. Дублеры, ну, по имейлам, и так сейчас уже все повылетали. По фамилии, у кого двойные аккаунты по фамилиям, они не останутся, их система уберет. Вы потеряете деньги. Поэтому вот это нужно сделать. Все остальное вы сможете сделать на новой платформе. Не надо сейчас без конца писать. Я читаю в чате, либо я не по-русски говорю, либо я не понимаю, как спонсоры до вас не доводят. Все остальное решаемо через поддержку. Не решаемо только. Удалили аккаунт. Никто, никоим образом, ни через какие суды его в систему назад не поставит. Вот это на Мигел сегодня вдавливал в течение 10 минут и просил акцентировать внимание именно на этом. Убрали аккаунт из системы. Все, пишите в игл и добивайтесь возврата аккаунтов, которые потеряны. Все. Вот прошу вас, пожалуйста, именно вот этот момент всем запомнить. Все замены, обмены, это все потом легально можно сделать. Единственное, что вас не будет в системе еще по одной причине. Майлру, Яндекс и там Рамблер, какие там еще почты, Нигмайловские. Вот это тоже проблема, которая нарисовалась только в пятницу. Допустим, мы ходили, у нас все было, старая система позволяла зайти. Сейчас в новой системе Майлру у нас показывает такого счета. Нет, у нас был прецедент, просто обращались партнеры, я попросила проверить, в чем дело. Проверили, оказывается, у меня Майлру и все, и не работает. Вот это прошу тоже, почты заменить, написать сейчас на легал, вот на эту почту. Так. Я думаю, все понятно, да? Главное, себя подтвердить, чтобы ваши деньги не пропали, подтвердите, проверьте все, постарайтесь максимально в глубину всем довести, потому что я постаралась рассылать, кому успела, лидерской группе своей, всей, своей первой линии все разослала, еще и второй, и третий, кому находила, постаралась всем разослать сейчас. Почему Максим, не стала готовить длительную конференцию, на другое время, потому что важны часы, сейчас очень важны вот эти часы, время. Учитывая, что и так дали один день, мы уехали из офиса, не стали оставаться до конца, потому что важно было это провести. Уже я знаю об этой ситуации, Островская Людмила. У вас там разные отчества, насколько я понимаю. У вас фамилия одинаковая, у вас разные отчества, то есть у вас в планке заполнения владельца стоит три, если я правильно поняла, стоит три слова, стоит отчество, и оно у вас разное, правильно? Напишите. Вот, Людмила, пожалуйста, напишите. Я знаю вашу ситуацию, мне Лена говорила, мы об этом сколько времени уже пытаемся понять, что сделать. Если у вас разные из трех слов, стоящих в имени, одно отличается, вы уже разные люди. Лена Никонова, ты об этом знаешь. Отчество стоит у вас, Людмила Островская, отчество у вас стоит? Да, все. Лена, еще раз просто продублируй мне, я это самое, я же говорила тебе, что если что, еще раз обращу внимание на это, Мигела, что, вот, ну они, дело в том, что в португальском языке очень много, допустим, как у нас там, Петр Иванов, здесь много, Гомыш, много всяких, в которых имя, фамилия совпадает, но у них есть еще имена матери, отца, там, какие угодно, третьи имена, которые, как и у нас, могут акцентировать внимание на различиях, то же самое у нас, если отчество стоит, и они разные, это уже хорошо, но на всякий случай, напишите, мало ли, вдруг завтра получится как-то сказать об этом. Так, ну все, все, что я хотела сказать, я сказала на сегодняшний момент, я посчитала необходимым на сегодня это сказать и выставить эти биржи, еще раз напишу биржи, вот здесь, ушла у кого-то, если это все ушло, вверх. Биржи могут закрывать торги, если вывод мгновенно, сейчас первые дни вывод монет будет очень большой, поэтому, почему я поторопилась сегодня бирже дать, но сегодня вышло сообщение на всех языках, сейчас я португальский сброшу в чат информационный, поэтому за эти три дня, конечно, многие будут регистрироваться, смотреть, не советую на азиатских регистрироваться, там без нас нас хватает, потому что три четверти партнеров, это Азия у нас, у нас есть наши, с которыми можно работать, поэтому смотрите, будут появляться следующие биржи, у кого, очень у многих партнеров есть уже зарегистрированы, особенно Аполлоникс, многие работали, Bitfanex, многие работали, и лицензированы, то есть верифицированные аккаунты, которые позволяют выводить большие суммы, просто в этом сложном моменте у многих нужда есть, поэтому связывайтесь с партнерами, у кого есть, на них выводите, кому доверяете, это нормальная практика, мы с этим работаем с 16-го года, допустим, у меня Bitrex, я не буду ни на одну регистрироваться, верификация долго займет время, я жду Bitrex, поэтому вот у кого есть, делайте, у кому быстро нужно, и реализацию монет провели, это деньги. Еще один такой момент, у нас многие тут стремятся узнать, я возможно скажу несколько лишних слов, но это так, узнали в общем-то определенные, они же работают в скриптографии, они работают в сообществе, некая информация тоже ходит по биткоину, мы знаем, что сейчас с биткоином, не будет роста в январе, ожидается с середины февраля, причем значительный, очень значительный рост, не знаю, передаю то, что услышал, но я думаю, что всем это интересно знать, причем из таких очень авторитетных источников, которые руку на пульсе держат. Все, на сегодня все. Я буду с вами прощаться, вопросов больше нет, именно по этой теме, все остальное, вот у Игоря написал, отчество не стоит, но у вас и дублеров же нет, это у нас единственная ситуация во всей структуре, когда совпали два разных человека, Островская Людмила и Островская Людмила, одна Тюмень, другая на Индонезии, две абсолютно незнакомых между собой женщины с одинаковым именем и фамилией, слава Богу, отчество разное, больше таких ситуаций нет. Все, всего доброго, и теперь уже до 26 или 27, 26 скорее всего, 25 что-то у них будет, 26, думаю, нас соберут. отчество не встало, напишите мне вот это все, что вы мне тут пишете, напишите мне, я вообще рекомендовала поменять вам на всякий случай, написать кому-то, вот вы здесь, напишите на мужа, замените, либо на дочь, либо на кого-то, просто на легал, запишите, на сегодня напишите замену владельца, напишите на всякий случай, вдруг я не достучусь до программистов, до Мигела, они супер заняты, там колоссальное количество работы, вы же понимаете, что вот такой частный случай, который они даже не понимают, как это произошло, общество, у вас не стало общества, напишите на всякий случай, я возьму на заметку, завтра утром я ему позвоню, ну мало ли, напишите сегодня замену, сегодня, еще у вас есть 7 часов для подачи, вот на эту почту, замены, есть эта форма выставлена в чате, общим информационным, Лена Никонова вам сбросит, ну что она в чате, поэтому напишите просто замену себя на кого-то, чтобы не рисковать, просто замену владельца, без смены почты. Спасибо всем и до следующей недели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!